В последнее время отмечается увеличение числа реконструктивных отраслей в мире. Мы отмечаем этот рост. Неуклонные эти цифры растут. Реконструктивные железы, как нам всем известно, бывают двухэтапные и одноэтапные. Реконструктивным для нас при любом виде реконструкции является укрытие визгона эндопротеза. Кроме всех известных осложнений, которые мы видим, самым грозным является протокол. В следующий день в хирургической практике применяется синтетизм. Из недостатков, что мы можем отметить, это тесное прилежание к коже народного тела в сочетании с лимфорой и, возможно, химия. Бывает сложно ее установить. И, возможно, это более затратно. Материал, который используется для укрытия, скаты и так далее. Это, опять же, из недостатков инородной. Возможно, формирование рипплинга в отдаленном периоде. И, конечно, это наиболее затратный материал. Биологические импланты, которые... В соответствии с моментами были нас на мысли о том, что мы можем использовать дерму, собственно, женщины. И имплантное применение как раз при двухэтапной реконструкции. Ваше исследование, скажем так, началось с определения, да, что это делает с собой обработанную дерму молочной железы вне проекции. Обработанная дерму молочной железы вне проекции. Значит, это вот представляется вид разметки, соответственно, внутренний квадрат. Мы выбираем наружный квадрант и нижний квадрант. Происходит дебидермизация данного лоскута плюс удаление... ...поднимусь, то есть, собственно, остается только... Далее уже выполняется удаление тканей молочной железы с опорным узлом. Происходит милиптация на большинстве мышц. ...эксплантера, потому что на первых этапах мы... ...данный метод установлен тканером. ...соответственно, создается таким образом впереди и нижняя, лутеральная степка... ...например, когда у нас расположены в верхненаружном квадранте, мы забирали, соответственно, части верхнего... ...например, когда у нас расположены в верхненаружном квадранте... ...вся нижняя и нижняя склона, сейчас латеральная склона... ...правление материал гистологического исследования... ...мы, собственно, очень хорошо выполняется с эксплантерами... ...у нас была возможность провести... ...гистологическое исследование удаленного... ...соответственно, удаленная капсула... ...удаленная капсула ничем не отличается от... ...правления, которая формируется, естественно, при... ...формируется, естественно, когда вокруг импланта... ...соответственно, здесь мы видим фибробласты, макрофаги, коллагенов... ...волокна... ...воспаление... ...наме не было отметить... ...результаты... ...здесь... ...результаты уже после раскатывания... ...соответственно... ...наше задание... ...нормальный лоскус более... ...большой поверхности, соответственно... ...донорская зона... ...нормальный лоскус... ...соответственно... ...обдоминопластика в данном случае будет приятным... ...мажным... ...это результат, когда производится забор из... ...премисть данного... ...соответственно... ...законное движение... ...ношение... ...ношение... ...соответственно, на наш взгляд это минимизированные... ...риски возникновения... ...так как... ...тисутствие... ...соответственно... ...тисутствие дополнительных рубцов на теле... Но, опять же, запланированный рубец и, соответственно, запланирована пластика. Соблюдение. Пластичность лоскута, как ее можно, чтобы она больше растянула. Сочетание домино-пластики с использованием данного рубца в процессе набора этой группы. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы должны получать большее количество результатов. Мы должны получать экономические затраты, не требующие никаких экономических затрат. Вот наш пример, зачем мы сейчас работаем. Настоящий метод, скажем так, требует огранки. Спасибо. 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 Продолжение следует...